ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сердец, что, может быть, Дмитрия Хамуху нужно назначить сразу чуть ли не главным тренером национальной, взрослой, большой команды России. Но в РФС решили иначе, и Хамуха был назначен на пост старшего тренера сборной команды России молодежной. То есть следующий по возрасту он вслед за командой национальной. Ну и, на мой взгляд, да и, мне кажется, на взгляд самого российского специалиста будет владеть мячом. Немножко непривычная форма у финнов. Можно обратить внимание на то, что на правых рукавах каждого полевого футболиста команды Суоми присутствует... Моложе него в составе сборной Финляндии нет никого. И он играет в чемпионате Финляндии Европы. Ну, согласитесь, что очень приятно в случае, если Ефремов будет играть. Граться его партнером Чернов. Дальше направо. Баринов. Нет, это Ефремов разворачивается и делал передачу от нюня до Баринова, а на Караваева. Но Вячеславу чуть-чуть не хватило скорости, чтобы в составе сборной России вот этого созыва есть уже несколько футболистов, которые принадлежат иностранным командам. Атака, Ефремов, удар! Кто-то незаметно для соперника выворачивает голеностоп и делает обострение. Дистанции можно бить просто на удачу. За всех сил и у галкейпера попросту не будет времени для того, чтобы успеть с реакцией команды Морозов. Вот уже и по левому флангу немало также атакуют россияне. Обратите внимание на то, что российская сборная очень активно использует фланги, очень широко действует. Была возможность попробовать подработать мяч себе под левую ногу и пробить, но Ташаев решил все же поделиться мячом с партнерами. Вот, на мой субъективный взгляд, не хватает пока российской сборной ударов по воротам соперника. Хотя, возможности для того, чтобы попробовать побить. Хорошо комбинирует сборная России, но если на первых минутах проникали в чужую штрафную площадь россияне, то, мне кажется, немножко начали робеть в последние несколько минут. Хотя, в чужой штрафной площади по предписаниям контракта со своей новой командой, а я коллектив, который совсем недавно играл в Лиге 1, но сейчас в Лиге 2 присутствует. Хорошая атака России, сорвался до чужой штрафной площади и опять ничего с ним не смог поделать Аньямерин. У финнов, по большому счету, было всего лишь только полтора эпизода. И оба раза было очень опасно. Сначала в штангу попали хозяева, а потом и вот. Теперь уже финны теряют мяч. Караваев хорошо играет пяткой Ефремов счетливо. Опасно, очень опасно Караваев. Караваев разряжает обстановку и очень здорово играет Ефремов. Еще и сохраняем пару лет назад. Мне посчастливилось от сказки российской команде. Подождем и опустим мяч в этом случае во втором составе. Сейчас я попробую найти все-таки эту статистику. Так, на большому счету в этих финнах нет. Но другое дело, что сейчас у команды Суоми есть возможность сосредоточить финнов Ласса, с которому только 18 лет, которому даже 19 и пока еще не исполнилось. Караваев прям. Открывается Караваев. Слишком-слишком загоняет его в угол не самым лучшим коротким пасом Роман Забнин. И Вячеслав Караваев к мячу не успевает. Напомню, что только победители девяти отборочных групп выходят напрямую. А убежал Анямели к мячу, но так к нему успеть и не смог. Игрейское происхождение у этого футболиста. Играет он на позиции левого защитника. Но, кстати, Анямели один из немногих футболистов забитого мяча команды Финляндии. Под 18-м номером играет Скраб 10-й, Рахими 20-й. Главным тренером Томми Каутенен за сборную Финляндии числится. Календарь сборной России отнюдь, опять же, не самый дружелюбный. Уже 8-го сентября в гостях в Санкт-Пельтене сборная России сыграет против команды Австрии. Но Австрии с тем временем уже успели. Замедляет развитие этой атаки московский железнодорожник. Пошла передача на правый фланг. Там Караваев, некогда футболист московского ЦСКА. А нынче игрок в чужую штрафную площадь. Но мяч не доходит до игрока сборной России. А игроком эффективности финских атак, она, эта эффективность поражает воображение. Потому что, ну, выше всяких похвал. Катил сейчас внимание на игру рукой со стороны российского игрока Петр Кралович. Словацкий рефери, которому к туманному Альбиону отношения не имеет. Матеря Гравицкий. Десятка соперника Скраб. Сейчас, скажем так, освобождается от опеки оппонента. Никита Чернов делает передачу. Нужно, наконец-то, довести дело до удара. Опять пошел прострел. Сильный прострел. Снова подача. На сей раз не самый маленький финской сборной. Но это повтор бесполезен. Справляются. Загнили. Караваев. В направлении на Миранчука опять следует пас. Нет, пока взаимопонимание в атаке, в первую очередь, футболистам сборной России не достает. Причем и Шейдаева, и Гулиева. Миранчук прекрасно знает. Но, тем не менее, он, скорее всего, неплохо знаком с такими футболистами, как Морозов. Отдают футболисты белоголубых мяч. Но это прострел никуда. Небольшая такая аренка, Артосла Арена. Чуть меньше пяти тысяч зрителей она вмещает. Когда-то принимала Олимпийские игры тысячи... Выносит мяч у сияния. Фанаты местного футбольного клуба выдавливают снова. Вот так вот очень четко, размеренно, я бы сказал. По-северному, спокойно играют на плаве. И, в целом, у них чаще проходит этот, может быть, не самый хитрый, но очень эффектно смотрящийся прием. Направо там Гулиев, мягко обрабатывает мяч, подключает Караваева. Прострел! Выставка сборная команды России. Времени для их подготовки остается все меньше. Около двадцати минут до окончания основного времени футболистов. Будь не столь... Недружелюбным командом, теряющим очки в этом возрасте. До двадцати одного года эта сборная называлась командой Советского Союза. Очень важно. Я думаю, с Санкт-Петербурга этот футболист всю карьеру провел в родном городе, в разных, правда, футбольных школах. Сейчас в заявке сборной России всего лишь только два нападающих, номинальных. Это Давыдов и Шейдаев, которые сегодня играют в очередь. Сначала Шейдаев, потом вместо него вышел Давыдов. Если попробовать, помню, на юнерском чемпионате Европы приносило результат, и попробовать сыграть в большее количество нападающих. Понятно, что тогда вариантов это проходы по флангу и прострелы в чужую штрафную площадь. Вот, может, сейчас Караваев. Ну, понятно, что будет простреливать. И опять не дотягиваются. Вот финские футболисты линии обороны не раз и не два доказывали, что против же текущий результат на табло отнюдь не говорит, что сборная России не сумеет пробиться в финальную пульку. Но теперь нужно играть на победу практически в каждом матче. В то же время, при такой сборной финне никаких претензий, все очень четко, все по делу. Все свистки, все желтые карточки. Но и две минуты добавлено тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!